Всем привет! Сегодня я буду готовить одно из своих любимых блюд. Это тевтели в томатном соусе. Из ингредиентов вам потребуется фарш. Фарш у меня свиной, делала сама. Фарш не принципиально какой-то. Может быть смешанный фарш или куриный, или говяжий. Смотрите сами на свой вкус. Рис уже предварительно я отварила, то есть должен быть готовый рис. Очень удобно. Я на гарнир к этому блюду всегда подаю рис. То есть у меня уже сварен гарнир, и я немножечко от гарнира отсыпала риса. Конечно же можете просто немножко риса сварить, и например на гарнир к этому блюду подавать гречку. Тоже очень вкусно. Одно яйцо, морковь, лук, чеснок, укроп, томаты в собственном соку, растительное масло, соль и черный перец. Я, наверное, вместо черного перца буду использовать только смесь перцев и немножечко зиры положу. Я очень люблю зиру именно в блюдах с фаршем, но смотрите на свой вкус. В принципе любые приправы, я думаю, будут отличны здесь. По количеству ингредиентов я, как всегда, укажу под видео. Лук необходимо измельчить. Морковь натираем на мелкой терке. В небольшом количестве растительного масла я немножечко обжарила лук до такого легкого полупрозрачного состояния. Добавила морковку, подержала где-то минутку, помешивая, и снимаем с огня, остужаем и будем добавлять к фаршу. К фаршу я добавила пассерованные морковь с луком, укроп, рис, соль, перец, зиру и одно яйцо. Тщательно перемешала и теперь будем формировать наши тефтельки. Как видите, тефтельки сформированы. Их необходимо переложить в глубокую форму, смазанную немножечко растительным маслом. И отправить в духовку при температуре где-то 180-190 градусов на минут 20, для того, чтобы они схватились. После этого будем поливать их нашим томатным соусом, который сейчас нужно приготовить. Вообще, это блюдо имеет два варианта приготовления. Я использую самый полезный, как я считаю, именно запекаю все в духовке. Но есть тоже очень вкусный вариант, я так тоже готовила. Вы можете эти тефтельки обжарить на сковородке со всех сторон до такой румяной легкой корочки и смешивать уже с томатным соусом и тушить на огне. То есть вы можете духовку не использовать, а обжарить, залить томатным соусом и потушить просто под крышкой там минут 15. Так тоже очень вкусно, просто я хочу меньше жарить, меньше масла использовать, поэтому такой более диетический рецептик. Как видите, наши томаты я измельчила блендером до такой однородной кашеобразной консистенции, это нам и нужно было. А если у вас нету блендера, то вы можете использовать, например, толкушку или вилку, все что угодно. Я раньше делала так, когда у меня не было блендера и тоже получалось неплохо. Соус готовится очень быстро, я переложила наши томаты в разогретый сотейник. Через пару минут добавила чеснок с укропом, чуть подсолила, потому что мне показалось, что не очень соленые помидоры. И держите на огне буквально одну-две минутки и снимаем с огня. Тевтельки схватились, они успели даже немножечко подрумяниться. Теперь заливаем их нашим томатным соусом, чтобы каждую тевтельку соус успел покрыть. Как видите, я распределила равномерно соус на тевтельке и отправляем доделываться их в духовку при температуре 180 градусов еще на 15-20 минут до полной готовности. Вот в итоге какие тевтельки в томатном соусе у нас получились. Этот рецепт с пошагами и фотографиями приготовления есть на моем сайте kukrum.com Если это видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!